Сегодня мы продолжаем разговор о безопасности информации в информационной системе, о комплексной системе безопасности. Продолжаем рассматривать физический уровень передачи информации, какие подводные камни нас здесь ожидают. Сегодня нас будут интересовать, как вы видели из заставки, это электромагнитные каналы утечки информации, причины возникновения именно этих электрических и электромагнитных каналов утечки информации. То есть сегодня мы будем заполнять очередную полочку в нашем системном подходе к обеспечению безопасности на фирме. Итак, посмотрим, что же относится к электромагнитным каналам утечки информации, которые возникают за счет различного вида побочных электромагнитных излучений, средств передачи информации. Например, когда вы запускаете систему как таковую, информационную систему, она зажигается как звезда в окружающем пространстве. То есть сразу начинается излучение. Излучение может идти по различным каналам. Вот сегодня электромагнитные. Значит, откуда это все происходит в данном случае? Это может быть излучение самих элементов компьютерной техники, технических средств передачи информации и переработки информации. Много транзисторов, много микросхем, усилителей различных, от обычных динамиков, которые стоят на компьютерах и так далее. Излучение на частотах работы высокочастотных генераторов. Это различные, сегодня мы посмотрим, это различные задающие генераторы, когда прописывается тактовая частота, столько-то мегагерц, столько-то гигагерц. Вот, пожалуйста, вот это тоже высокочастотное излучение, которое может в окружающее пространство накладываться на различные конструкции и по этим конструкциям считываться на определенном расстоянии от вашего источника. Самовозбуждение усилителей низкой частоты. Есть такая опасность, что вот как раз усилители низкочастотные, они могут перейти из режима, мы сегодня это тоже посмотрим, просто усиление сигнала, когда он как бы начинает работать сам как генератор, генерирует в окружающее пространство. Эти элементы также включаются, включены производительно, просто без этого невозможно создать ни компьютер, невозможно создать, допустим, принтер и другое оборудование, коммутаторы, которые входят в оборудование уже компьютерных сетей. Ну и ТЭПСИ, чтобы вот то, что встречалось, это технические средства приема, обработки, хранения и передачи информации. На что здесь хочется обратить внимание? Ну, во-первых, обработка идет также излучение в момент обработки информации, хранения информации. Это значит, запись информации, в момент записи информации на диске тоже происходит определенный всплеск энергии в пространство при записи. Это тоже отдельный аспект, на который обратили внимание организации, которые занимаются именно поиском информации в пространстве, и пишутся специальные программы, заставляющие в определенные промежутки времени ту или иную программу перезаписываться, те или иные базы данных, производить перезапись хранящейся информации. В этот момент идет как раз поиск этой информации в окружающем пространстве, куда идет, собственно, излучение от дисковых массивов, например. Электромагнитное излучение элементов ТЭПСИ. Значит, при прохождении электрического тока по токоведущим элементов этих устройств, вокруг них возникает электрическое и магнитное поле. Элементов достаточно много. Хочу обратить, ну, большинство из них, мы знаем, находятся внутри корпуса, допустим, того же самого компьютера, но различные есть интерфейсы на корпусе компьютера, которые могут представлять достаточно большой интерес для вашего визави, тот, кто решит работать против вас и получать информацию. То есть, очень внимательно следим за внешними интерфейсами, особенно те, которые не используются. То же самое последовательный USB интерфейс. Последовательный это просто замечательно для тех, кто хочет получить информацию. Главное заставить адресовать программу, передать информацию на тот или иной порт, в том числе USB. Элементы TFC можно рассматривать как излучатели электромагнитного поля, модулированного по закону изменения информационного сигнала. Значит, о чем здесь идет речь? Вот, допустим, просто работает машина ваша, ваш компьютер, просто мы его включили, и даже не работает диск. Можно так сделать, что диск не будет работать, просто работает некое электронное устройство. Если вы начнете замерять поле вокруг него, это будет один спектр. Одна такая картинка по частотам распределения. Потом вы запускаете диск и начинаете работать с какой-то информацией. Пускай даже с однотипной, просто для примера. Что происходит? Вы видите, что частота начинает меняться, то есть амплитуда начинает меняться, возможно, появляются другие частоты, то есть признак появляется того, что идет информация. При этом достаточно мощный сигнал просто от электронных устройств, которые составляют собой компьютер, она гораздо мощнее, чем непосредственный информационный сигнал. Но когда он накладывается на этот мощный сигнал, то есть модулирует его, то можно принять этот мощный сигнал уже на расстоянии, на приличном расстоянии, дальше убрать именно вот этот фон от вашего компьютера, и что останется? Останется, собственно, сам информационный сигнал. И так уже не раз было в истории, когда такие как раз программы использовались, в том числе для принудительной записи информации, которая также при записи идет излучение, тоже накладывается на излучение от компьютера, и дальше происходило считывание этого сигнала. Просто иногда из-за небрежности не обращают на это внимания. А это один из достаточно мощных каналов утечки информации из вашего компьютера, либо из компьютерной системы в целом. Теперь вот электромагнитное излучение на частотах работы ВЧ-генераторов, высокочастотных генераторов. А мы с вами уже с этим сталкивались. Вот в состав ТЭПСИ входит различного рода высокочастотный генератор. Когда мы только с вами пришли в помещение, которое предполагали, что будет либо сниматься, либо покупаться для нашей фирмы, мы использовали нелинейный высокочастотный генератор. И я вам тогда говорил, что сигнал этот высокочастотный от такого генератора, когда мы его направляем, мы можем найти полупроводниковое изделие, если оно находится в этом помещении, даже если оно находится в стене. Так вот, высокочастотные генераторы, которые входят в состав того же компьютера, могут производить нечто подобное. То есть, во-первых, облучение их высокочастотным сигналом, во-первых, откликаются сами полупроводниковые изделия, во-вторых, когда облучается, идет переизлучение уже от этих полупроводниковых изделий, от этих же транзисторов в микросхем, но в это время-то в микросхеме происходит обработка информации, и что получается? Накладывается высокочастотный сигнал от генератора, который потом переизлучается в пространство, но он не просто отражается, как солнечный свет от зеркала, а происходит модуляция его именно информационным сигналом, и назад-то он уходит уже другой, и именно с этим сигналом вполне можно работать, чтобы из него добыть необходимую информацию. Итак, к таким вот устройствам можно отнести задающие генераторы, генераторы тактовой частоты, это я уже вам говорил. И вот смотрите, генераторы стирания и подмагничивания. Еще раз акцентирую ваше внимание, очень внимательно надо обращаться с помещениями, где находятся именно хранилища информации, которые работают, ну скажем, и в горячем режиме, когда им можно заменить один дисковый массив, допустим, на другой, где работают диски, и даже если у вас есть конфиденциальная информация, вы на обычном компьютере, надо контролировать, всегда ли диск находится полностью под вашим контролем. Потому что такие вот программы, которые заставляют диск работать, не зависят от вас, они есть, причем они очень хорошо маскируют себя, никаких неприятностей они не должны вам доставлять, а это как раз мастерство программиста, который пишет такие программы, и это их цель. Первое, вы их не должны замечать, они не должны замедлять работу компьютера, при этом в определенной промежутке времени они должны делать запись информации, которая у вас уже есть, просто делает дублирование этой информации на диск, в этот момент идет считывание электромагнитного излучения в пространстве, после этого эта же программа, записанную информацию, вот этот дубль стирает, так что по пять не вызовет никаких подозрений. Такие ситуации были даже на различных уровнях государств в Западной Европе, в одной из западных стран, в правительственных организациях, не заметили такую программу, и она отработала у них порядка пяти лет. Пять лет работала такая программа, задача которой была просто в определенной промежутке времени перезаписывать информацию. Антенны принимали излучаемый сигнал. Причем и сигнал не специальный, а от самого диска. В результате внешних воздействий информационного сигнала на элементы ВЧ-генераторов наводятся электрические сигналы. Возможные, это уже внешний на ВЧ-генератор, на сам генератор, уже не генератор на ВЧ-сигналы, а сами сигналы на ВЧ-генератор наводятся, и при этом возможны возникновения уже электрических сигналов, совсем не относящихся к работе вашей системы. Но это мы говорим то, что находится внутри, чтобы вы просто имели представление напрямую воздействовать, конечно, там открыть компьютер и чем-то там поставить какой-то экран, но так не делают. Мы сегодня посмотрим, какие устройства применяются, чтобы снять эту проблему. Но пока что надо иметь представление, от каких устройств могут возникать неприятности. наведенные электрические сигналы могут вызвать непреднамеренную модуляцию собственных ВЧ-колебаний генераторов. Эти промодулированные ВЧ-колебания излучаются в окружающее пространство. То есть еще раз повторяем то, что было сказано. Еще раз, значит, ВЧ-генераторы, все, которые есть у вас в компьютере, могут представлять опасность. Поэтому даже были варианты, когда процессорные модули, непосредственно системную часть вашего компьютера, одевали специальные сетки, которые не пропускали вообще никакой ВЧ-сигнал за пределы системного модуля. И дальше уже шло заземление. Заземление специальное для информационной техники, а не то, которое просто спасает пользователя от удара током. То есть обычное заземление от корпуса компьютера это отдельный разговор заземления от силового сигнала. А это ВЧ-сигнал. Электромагнитные излучения на частотах с самого возбуждения усилителей низких частот. Здесь я уже несколько слов сказал, что, к сожалению, есть варианты, когда такие усилители, имеющие отрицательную обратную связь, что отрицательная обратная связь? Ну, вот характерный пример, допустим, работа двигателя самолета. Подается определенная смесь в турбину, подается окислитель, работает турбина. Соответственно, если начинает повышаться давление, то по какой-то либо отводной трубке либо стоит датчик, если по отводной трубке, ну, это самый примитивный случай, там просто поршень, такого уже теперь не может быть. Раньше такое бывало в двигателях. А теперь датчики. Повышается давление, по датчику идет усиленный сигнал, потому что давление стало больше, и тут же закрывается заслонка подачи горючей. Вот обратная связь. Начинает падать давление, этот же датчик, у него меньше сигнал с этого датчика, давление стало меньше. В результате, что происходит, заслонка открывается, начинает повышаться объем горючего, единицу времени, подающуюся в турбину. Вот это есть обратная связь. То есть реакция на выходе, что у нас происходит на выходе, чтобы не разрушился какой-либо элемент. То же самое. И обратная связь, это принцип такой, обратной связи без привязки к какой-либо промышленности. Поэтому даже если мы говорим о компьютерах, то же самое, есть обратные связи на тех же самых усилителях. И вот здесь, значит, когда обратная связь отрицательная, все замечательно, он работает в штатном, в общем-то, режиме. Но вот если начинаются вот эти паразитные наводки на генераторы, в ИЧ пока что усилители, они начинают работать как генераторы. То есть уже из отрицательной связи, она становится положительной обратной связи. И вот он тогда начинает излучать как раз пространство. Тоже не совсем это зависит от вас. Надо тоже понимать, что такой режим возможен, и все предугадать не могут разработчики. Они, конечно, как можно больше уделяют внимания таким вот нюансам, но все предугадать невозможно, в каких условиях будет работать компьютер, какие конкретно будут эти сигналы, в какой последовательности и так далее. Поэтому надо понимать, что все усилители, генераторы высоких частот достаточно большая опасность для вас с точки зрения сохранности конфиденциальности информации на компьютере. Вот сигнал на частотах самого возбуждения, как правило, оказывается промоделирован информационным сигналом. Да, он начинает генерировать, и опять же, акцентирую ваше внимание, что это будет не просто сигнал, собственно, самого усилителя, обязательно на него будет, скорее всего будет, хотя, говорит, в отдельных случаях, но, скорее всего, составляющая информационного сигнала будет и будет, опять же, уходить в пространство. Электрические каналы утечки информации. Ну, здесь причинами возникновения уже теперь электрических каналов утечки информации могут быть наводки электромагнитных излучений вот этих устройств переработки информации на соединительные линии вспомогательных технических средств и систем и посторонние проводники, выходящие за пределы контролируемой зоны. То есть там было электромагнитное поле, теперь оно накладывается вот на те устройства и те оставшиеся, допустим, конструкции, трубы, которые остались в стенах, которые мы искали на одних из первых занятиях, обычно металлоискателям. Почему? Потому что надо их исключить из контура вашей вычислительной системы. Если они входят внутрь контура, то значит есть вероятность, что эти электромагнитные излучения наложатся на эти самые трубы, обрезки кабеля, которые остались в стене, не захотели их оттуда доставать, короба вентиляционные и так далее. На это надо обращать внимание, что в данном случае происходит трансформация электромагнитных излучений, накладывается на них, и дальше получается электрический сигнал, который на определенном расстоянии, конечно, там не на тысячу километров, но в пределах контролируемой зоны или сразу за контролируемой зоной, а в пределах контролируемой зоны не обратили внимания, скажем, на тот же самый вентиляционный короб, а там поставили датчик, антенну, и они принимают этот уже электрический сигнал. А вентиляционный короб, короб, допустим, как раз имеет свое продолжение в зоне вашей конституциальной информации, в той комнате, где, допустим, работает бухгалтерия, готовите различные контракты и так далее. Также просачивание информационных сигналов в цепи электропитания. Не забывать про это. Цепи электропитания, медь и алюминий, лучше, конечно, если медный, кабели лучше будет у вас, не будет проблем с различной коммутацией, но возможно ведь просачивание и туда. Как бороться с этим мы сегодня посмотрим, но никогда не забывайте про силовую сеть. Это не что-то такое, пришедшее из прошлого или чуть ли не позапрошлого века. Вполне добротный канал передачи информации, есть даже определенные стандарты, что называется, последние мили на низком вольтаже, то есть там 220 вольт подвод к зданию, есть такие стандарты передачи информации в интернете, из интернета, и есть даже стандарты передачи информации на большие расстояния с помощью линии электропередач высоковольтных. Поэтому не забывайте про это, что этот канал может быть использован против вас для считывания информации и просачивания информации по системам заземления. Две системы заземления, не надо забывать, не надо их никогда сращивать вместе. Система заземления для обычной силовой сети, все оборудования, которые подключаются к силовой сети, должно быть заземлено по определению. И второе, это отдельная система заземления для вашей информационной системы. То есть непосредственно для кабельной системы, для различного коммуникационного оборудования, это отдельная система заземления. Поэтому если одну из них упустите, то она будет полностью открыта для ваших противников. Случайные антенны. Еще одна головная боль. случайная антенна является цепь второстепенных средств передачи информации, переработки информации, хранения или посторонние проводники, способные принимать побочные электромагнитные излучения. Ну, вот частично я уже про это про такие антенны, которые могут возникать, о которых надо помнить. Поэтому первый шаг, который мы делали, мы с вами приходили в помещение и проверяли, что осталось в конструкциях здания и вообще конструкции здания, где есть изделия, которые замурованы в эти стены, несущие конструкции, которые могут стать такой случайной антенной. вот они могут быть как рассредоточенными, распределенными, так и рассредоточенными. В чем здесь отличие? Что есть что? Итак, вот смотрите, сосредоточенная случайная антенна представляет собой компактное техническое средство. И вот следующая система, которая накладывается на нашу информационную, в смысле компьютерную систему. Телефонный аппарат. Да, телефонный аппарат может быть совмещен с нашей компьютерной системой, IP-телефония, может быть обычной аналоговой, а может быть и цифровой, но не совмещенный с компьютерной системой. Но если он совмещен с компьютерной системой, так хоть какой-то контроль есть. Если он не совмещен, надо отдельно контролировать этот канал утечки информации. Итак, вот, пожалуйста, телефонный аппарат, громкоговорители обязательно должны быть на фирме, это оповещение различных чрезвычайных ситуаций. Громкоговорители есть и свой усилитель, и свой динамик очень интересной конструкции. Это тоже может быть сосредоточенной антенной. То, на что обычно не обращают внимания. Итак, еще раз повторяю, телефонная связь и громкоговорящая связь. Сосредоточенная антенна. Распределенные случайным антеннам относятся случайные антенны с распределенными параметрами. Вот смотрите, кабели, провода, металлические трубы и другие такопроводящие коммуникации. Я вам напоминал, что это еще может быть все водоснабжение, отопление и канализация. А еще у вас есть кондиционирование. Пожалуйста, это все надо контролировать. Хотя бы сегодня посмотрим, как это делать, хотя бы зашумлять. На выходе из контролируемой зоны. Или даже внутри контролируемой зоны, если боитесь, что оборудование прослушивающее будет постоять уже где-то внутри, в каком-то коридоре непосредственно у вас на фирме. Итак, еще параметрический может быть канал утечки информации. Еще один. Значит, что это такое? Опять же, высокочастотное облучение, но уже не внутреннее высокочастотное облучение, а внешнее высокочастотное облучение, тот самый, допустим, как пример. Те самые приборы, которые мы с вами рассматривали, в том числе приборы для поиска, даже есть армейские приборы для поиска закладных устройств на поле боя, что называется. Они же есть трансформированные в гражданское исполнение. И вот возможно высокочастотное облучение уже приборов. Дается высокочастотное облучение в зону, прекрасно понимая, что из зоны оно пойдет промодулированным. если не с первого раза, то начинают менять направленность антенны, в конце концов добьются того, что облучение попадет на нужный объект, он ретранслирует это излучение, и дальше просто антенна его примет. Это уже не собственное излучение вашего компьютера на высоких частотах, а это принудительное внешнее облучение вашего помещения. и вот при воздействии облучающего электромагнитного поля с элементами вашей системы происходит переизлучение электромагнитного поля, то есть ретрансляция. И дальше это поле высокочастотное внесет в себе информационную составляющую того процесса, который происходит сейчас у вас в компьютерной системе. Ну и в ряде случаев это вторичные в ряде случаев информационным сигналом, но не надо думать, что в ряде случаев будет отработана система именно так. Да, если вы просто начнете облучать бездумно, вряд ли что-то получится, но может повезет. А специально настроенные устройства, да, на определенных частотах, которые будут вполне подходить для работы с частотами вашей компьютерной техники, это сработает. Так что не надо обольщаться, что только в ряде случаев. Если это будут работать профессионалы, будет работать на 100%. Ну и теперь давайте посмотрим уже конкретные примеры. Что нам будет устраивать, что нас не будет устраивать. Как и в предыдущих наших уроках, когда мы черпаем какую-то информацию от каких-то фирм, предоставляющих их нам, нам надо эти картинки в том числе озвучивать. И заодно мы посмотрим, как та фирма, которая делала допустим эту проводку силовую, информационную справилась и в том числе с позицией о безопасности информации. Итак, допустим, Эколайн, то, что он нам представил и выложил в интернет результаты своей работы, давайте ее оценим. Потому что такая же работа может быть произведена у вас на фирме, не сами вы будете это делать, и нет у вас этих рук, нет специалистов, заказывайте то, что называется аутсорсинг на стороне у специалистов. Вот смотрим, короб, который идет сначала вертикально вдоль стены, потом идет ближе уже к системе отопления. Мы видим, что здесь сочетаются силовые розетки и информационные. Что можно сказать, вот, если вы приходите принимать работу, и вам уже вот это вот все показывают, вот в таком исполнении. Здесь может быть два случая. первые случаи удовлетворительные, в принципе, я готов принять вашу работу, второй неудовлетворительные. В чем здесь нюанс? Попросите вскрыть этот короб. В любом месте, где им более безболезненно это можно сделать, допустим, вот здесь, где 90 градусов угол идет, заглушку лучше не снимать, слева, там плохо будет что-то видно, а вот здесь все кабели, скорее всего, проходят. И дальше смотрите. Значит, если у вас силовой кабель, ну а отдельная полочка там будет силового кабеля, рядом идет информационный. Обратите внимание, информационный кабель экранированный, и если экранированный, и это разведено еще металлической полкой, в принципе, это нас должно устраивать. Но где-то 0,6 миллиметра амплитуда будет на экранированном кабеле, то есть самого информационного сигнала. 0,6 миллиметра, чуть больше полмиллиметра, амплитуда может быть. Ну еще за счет того, как там хорошо заделан непосредственно в розетке этот экранированный кабель. А если обычная витая пара пятой категории, там прямо на кабеле он серого цвета, написано 5Е либо 5, и лежит вот в таком коробе, все, говорим, перекладывайте, либо делайте отдельные короба. Еще раз напоминаю, не буду говорить какие-то дробные цифры, немножко с запасом скажу, между кабелем информационным пятой категории любым шнуром, который непосредственно подключает ваш компьютер к непосредственно к сети компьютерной. Так вот, там, где нет экранирования, 15 сантиметров и никаких разговоров. Вот 15 сантиметров между силовым кабелем и информационным. Тогда можно вести разговор о приемке такой сети, о прокладке такой сети, что она нас удовлетворяет. Меньше, извините, по силовому кабелю могут принять мой сигнал, пускай на небольшом расстоянии, дальше там поставят усилитель, и по тому же силовому кабелю уже подготовленную информацию передадут дальше. Второй вариант, мой силовой кабель начинает своими помехами допускать задержку информации в компьютерной сети. То есть, идут ошибки, приходится перезапрос делать коммуникационному оборудованию, падает производительность сети. То есть, два варианта. И оба они нас не устраивают. Поэтому, значит, экранированный кабель. Ладно, можем это принять. Не экранированный вот в таком коробе ни в коем случае. Идем дальше. Вот здесь мы видим, что должно быть. Видите, эту самую полочку, под полочкой идет собственно, силовой кабель. желто-зеленые это кабели заземления. Черный силовой сама фаза и голубой это ноль, нейтраль. И вот видите, что достаточно мало пространства, можно сверху пропустить только информационный кабель. То есть, можете представить, что из себя представляет этот ковр. Места очень мало, место есть только для экранированного кабеля. И желательно по отдельной полочке. Эта нижняя полочка хорошо прикрывает силовой кабель. Еще одна полочка желательно для того, чтобы по ней именно прошел информационный, а не просто лег вот на эту полку. Информационный должен быть экранирован. Идем дальше. Ну, здесь опять та же проблема. Какой кабель внутри лежит? Экранированный или не экранированный? Значит, не экранированный все, ребята, разбирайте, переделывайте все. Экранированный могу допустить, но тот, кто проектировал сеть. Мне очень интересно, вот в середине есть информационная розетка. Она направлена вниз, прямо на радиатор. Вопрос, какова топология сети, то есть как идет общение между различными устройствами в сети. Если я могу передавать сигнал в процессе работы всей информационной системы, в том числе выводить, даже если не подключена эта розетка, но выводить, допустим, так называемая топология шина, выводить информацию вот непосредственно на эту розетку информационную излучать, а ниже стоит металлическая батарея, даже если это металлопласт, а дальше там вот идут трубы, насколько я вижу, металлические. Мы уже говорили, что есть специальные устройства, которые могут быть либо вмонтированы в такую батарею, либо находиться, допустим, за батареей, и дальше по гидроакустическому каналу гидроакустическому, то же самое, что гидроакустики на подводных лодках либо на надводных кораблях, которые засекают противника по его гидроакустическому сигналу, так вот тут наоборот, такой гидроакустический сигнал по воде передается за пределы контролируемой зоны, либо где-то даже в пределах контролируемой зоны уже превращается из гидроакустического в электрический сигнал, допустим, по той же самой силовой сети передается за пределы Вашей фирмы. Желательно эту информационную розеточку отнести в сторону от, где-то ближе, дальше, но так, чтобы система отопления и дополнительные случайные антенны не возникали на пути, если придет сигнал на открытую вот такую розетку. Следующее. Это уже подход непосредственно к рабочим местам. Вроде бы все хорошо. Вот вверх уходит такая стойка. Разнесены справа силовые кабели, слева информационные, уже точно не экранированные. Это уже не структурированная кабельная система, то есть подвод информации к фирме. Это последняя миля, что называется, уже непосредственно подвести сигнал к нашему конечному оборудованию. Что происходит в этой стойке? Если вот эти самые 15 сантиметров, вроде бы все промышленно изготовлено, но вы обязательно должны поконтролировать, что происходит внутри стойки. Если вот эти самые пресловутые 15 сантиметров. Потому что там внутри, конечно, очень плохо, если это пойдет по некой одной вертикали. То есть там какой-то будет арматура, которые потом будут просто при помощи стяжек делаются жгуты и рядом идут. То есть не возбраняется, если, скажем, силовая сеть информационной под 90 градусов встретится где-то. В одном месте под 90 градусов встретились. Ну, есть вот пересечения в точке буквально. Хуже, когда это идет вот так параллельно. Чем дольше, чем больше это расстояние, чем дольше идет сигнал один вдоль другого, тем хуже для вас наведение на оплетку второго кабеля, либо, опять же, модуляция силового сигнала при помощи вашего информационного. Поэтому, когда вот такую стоечку видите, попросите их показать, как они там провели эти кабели. Насколько они разведены друг относительно друга. Потому что здесь, говорю, уже опасность. Кабели точно не экранированы. Идем дальше. Что сказать можно вот по этой картинке? В пределах вот как раз изучаемого сегодня нами вопроса. Блок силовых розеток. Рядом. Сейчас вот сразу мне так судить трудно. Вообще, если это структурированная кабельная система и серый кабель, серый кабель это силовой кабель. Но здесь я не вижу ни одной розетки силового кабеля. И такое ощущение создается, что возможно вот сверху, снизу там толстый кабель, а вот сверху потоньше, возможно, это информационный кабель. Часто так делают, такой вот бурт создают, он там даже в перетяжечке пластиковый, для того, что если вдруг рабочее место будет куда-то перемещено, что нам делать, нам не хватит кабеля. А давайте-ка мы вот так его закрепим здесь. Очень интересно там как раз подвеска, решетка подвески. Вокруг этой вот стержней подвески намотан этот бурт. Что получается? Получается изумительная катушка электромагнитная. Хороший усилитель. Пространство электромагнитного излучения. Если там было даже 0,6, то это уже от 0 будет не миллиметра. А если это был не экранированный кабель, да вот еще вот такой бурт, ну, я думаю, на расстоянии полметра получать информацию от него можно спокойно. Даже в условии там дополнительных помех в пространстве. Никогда не допускаете, чтобы кабели, которые сейчас не используются, были свернуты в такой бурт. Да еще рядом вторая система силового обеспечения вашей фирмы, силовой энергетики. Изумительное место для считывания информации. Здесь, ну, здесь приблизительно та же вся проблема, о которой мы с вами говорили. Единственное, что хочу обратить внимание, здесь вот появился желтый кабель. Возможно, чисто желтый это заземление. Возможно, иногда так бывают информационные кабели тоже в такую окраску. Надо тоже смотреть, что это, что наводит на некоторые размышления. Здесь вокруг этого желтого кабеля, вот прямо видно там почти, что петля, идет, скорее всего, силовой. Ну, если это заземление, рядом силовой. А если это не заземление, а если это информационный, и рядом силовой. Он просто охватывает петлей ваш информационный. То есть вот эти вот нюансы надо просматривать. И непонятно справа, когда идет черный кабель, это явно подключение уже, скорее всего, просто компьютеров, судя. Ну, конструкции самих вилок и кабеля. И дальше вот идет информационный кабель. Насколько метров они пройдут параллельно? Или это только одна точка соприкосновения? То есть нет мелочей, за всем наблюдаем, все должно быть в строгом порядке. А не просто оставлено на потом, заработало и, слава богу, такого не должно быть. Следующий объект позиционируется как рабочее место секретаря. Что мы здесь видим даже из того, что мы сегодня с вами обсуждали? Мы видим сосредоточенную антенну, сверху идет у нас громкая связь. Снизу сосредоточенная антенна – это микрофон. Одновременно в стене находятся пакетники, скорее всего, возможно, силовые. Внизу информационные розетки. Еще одна розетка рядом непосредственно с пультом для громкой связи. И здесь где-то будет стоять еще компьютер. И освещение опущено вниз, достаточно близко будет от компьютера. То есть целый клубок. Тут несколько сосредоточенных антенн. И, скорее всего, еще внутри зафальш-панели вот этого стены достаточно интересная конфигурация самих кабелей. Как силовых, так и информационных, низковольтных. Вот тоже не надо стараться все свести в одно место. Хотя бы даже если находится в одной комнате небольшое помещение, но попытайтесь развести по разным стенам. А не так, чтобы все было. Да, это здорово, все под рукой. Можно переключить, кого-то отключить вообще по питанию и так далее. Но вместе это клубок различных антенн, которые будут принимать информацию. Особенно вот сверху громкая связь и микрофон. Еще одна картинка. Вот здесь вроде бы все замечательно. Единственное, правда, непонятно, как подведены силовые кабели. Но даже если они идут снизу просто вертикально вверх, а информационно и горизонтально, то точка соприкосновения всего-навсего под 90 градусов более-менее приемлема. Единственное, на что здесь надо смотреть, когда вы в дальнейшем будете работать, подключаете силовую сеть к своему компьютеру или какому-то другому оборудованию. На вас она приблизительно идет. И тут же подключаете информационные розетки. Тоже подключаете шнуры к вашим компьютерам. Вот здесь возможно, что они пойдут где-то параллельно. Старайтесь тоже этого избежать, если это действительно конфиденциальная информация. Но, в принципе, говорю, вот такое разведение силовой сети информационной уже хорошо. То есть здесь явно вот больше этих 15 сантиметров, о которых я говорил, главное, чтобы они нигде не шли параллельно силовая информационная сеть. Ну и теперь давайте посмотрим пространственное и линейное зашубление. То есть мы посмотрели проблемы, которые могут возникнуть. И они возникают. Как с этим бороться? При помощи чего? Для исключения перехвата побочных электромагнитных излучений по электромагнитному каналу используется пространственное зашубление. А для исключения съема наводок информационных сигналов посторонних проводников и соединитых линий для техники, вычислительной техники, линейное еще зашумление. Ну вот и второстепенная техника связи. Сейчас мы посмотрим, как это делается. Значит, еще есть и зашумление по линии не только в пространстве, в объеме, где вы работаете, но и по отдельным линиям. Итак, вот первый генератор шума. ГШ-1000М. Антенна круглая, видите. Блок питания. И, собственно, сам генератор шума. Вот такой генератор помещается в середину, буквально пролет стены в середину. Конечно, это если не 50 метров, там несколько надо. В документации будет указано, через сколько метров необходимо ставить такие генераторы. И фактически по периметру вашего помещения, в принципе, можно и потолок, но достаточно по периметру. И создать вот эту помеху. Значит, что он нам позволяет делать? Генератор шума ГШ-1000М для маскировки информационных побочных электромагнитных излучений и наводок персональных компьютеров, также рабочих станций компьютерных сетей и комплексов на объектах вычислительной техники путем формирования излучения в окружающее пространство электромагнитного поля шума в широком диапазоне частот. Ну, нечто подобное мы с вами говорили, что бывает там белый шум, серый шум, синий шум, различных оттенков, то, что называется, ну, это после классификации шума. Вот. Когда накладывается на все информационное вот это поле, которое излучается в пространство, и оно, конечно, становится непрозрачным для ваших противников. Дальше. А вот этот генератор шума уже, который встраивается в компьютер. Вы даже видите по внешнему виду, что это плата, PSI-разъем, и дальше вот это, то, что свернуто вокруг, это антенна. Некоторые характеристики его. Вот этот генератор шума на 40-50 квадратных метров. Бывает меньше, бывает там 2 на 2 всего, 3 на 3, но это достаточно мощный, на 40-50, то есть 6 на 6, как минимум. 6 на 6, 36 квадратов, но чуть больше. То есть можете, не обязательно вешать это на стену, вы можете в один из компьютеров поставить такой генератор шума, и он будет покрывать достаточно большую площадь. Что еще? Ну, генератор шума GNOME, 3M, то есть различные исполнения, но кроме различных исполнений, обратите внимание, здесь уже по каналам побочных электромагнитных излучений и наводкам, то есть не только в пространство, но и по отдельным каналам, по сети первичного электропита и контуру заземления. То есть и эти каналы он перекрывает. То есть различные оборудования в зависимости от той комнаты, где будет использоваться компьютерная техника. Если там только нужно пространственное шумление в объеме, ради бога, если там нужны уже и линейные шумления различные, пожалуйста, вот такие устройства. Ну, вот еще один генератор шума GNOME, 3M, и антенна специальная. Тоже позволяет нам делать пространство зашумления. Теперь сетевые помехоподавляющие фильтры. Ну, мы привыкли, что обычные фильтры, ну, обычные фильтры разных фирм, через которые подключаем компьютер. В лучшем случае скачки напряжения они снимают. А вот такой генератор шума... Обратите внимание, сначала идут розетки, потом сам генератор шума, и дальше опять силовой кабель. Он не пропустит через себя. А если идет через него сигнал, он наложит собственный сигнал. И кроме 50-герцового пойдет некий, опять же, шум. Не обязательно белый шум, но какой-то шум пойдет. И попробуйте считать информацию, которая пошла по силовой сети. Что еще предлагает промышленность? Ну, вот информации путем постановки маскирующих помех в линии электропитания и заземления. И, ну, может частичное поглощение такие вот, то, что предлагает промышленность, опять же говорю, частичного поглощения информационных сигналов. Еще один. Предназначен для предотвращения утечки информации по цепям электропитания, а также средств оргтехники от внешних помех. Возможно ведь еще одна ситуация, что по силовому кабелю вам передадут либо высокочастотный сигнал, либо просто поднимут напряжение. У вас техника может сгореть, либо будет работать неустойчиво. Ведь могут добиваться не только кражи информации, а просто ввести систему в неустойчивую работу, и вы не сможете вообще пользоваться компьютерной системой в целом, то есть компьютерной сетью. То есть это тоже есть опасность. Просто сделать вашу работу неустойчивой, и вы будете тогда неконкурентоспособны. Все будут знать, что вовремя вы выполнете свою работу. Не сможете. Генераторы линейного зашумления, то есть уже по конкретной линии. Итак, вот смотрите. Генератор шума Соната РС-2. Уже активная защита объекта электронной техники от утечки информации в форме информативных электрических сигналов, возникающих в сети электропитания. Системы заземлений и уже инженерной коммуникации. Только не две системы, силовая и заземление, но все инженерные коммуникации, которые будут в этом объеме находиться, ну, в пределах досягаемости данного прибора. И еще один генератор шума. То же самое может использоваться для подавления информационного сигнала в силовой сети. Итак, что мы должны вынести из сегодняшнего урока? Какие знания? Включаем компьютерную систему, она начинает излучать. Излучать будет по всем направлениям, по всем конструкциям, которые могут принять это излучение и перенаправить его дальше. Также могут быть внешние воздействия на нашу систему в виде облучений, либо выведение системы из строя при помощи подачи различных помех по сети электроснабжения. Против этого используем различные фильтры и системы зашумления. На этом сегодняшний наш урок закончен. Я благодарю вас за внимание. До свидания.